Финансы, экономика, госзакупки, регулирование цен и тарифов. Первый зампред правительства Марина Алексеева выступила перед общественниками с подробным докладом о состоянии каждой из отраслей. Не самые лучшие результаты показали в прошлом году промышленные предприятия. Причина тому – санкции и уход из региона ряда западных предприятий. Из этого упор был сделан на сохранение трудовых коллективов, зарплат, импортозамещения и выстраивание новых производственных связей. По словам Марины Алексеевой, показатели свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Ульяновская область находится на стадии роста промпроизводства. Индекс промышленного производства, который характеризует основное самочувствие промышленности по итогам прошлого года составил 93,7%. Надо напомнить, что годом ранее мы были в десятке лучше по стране, поэтому даже такое падение незначительно, учитывая то, что мы шли от достаточно высокой планки. Тем не менее, значительный рост в 2022-м показали авиастроение, металлургия и пищевая промышленность. Также в прошлом году был создан Центр субконтракции и импортозамещения, который занимается поиском поставщиков и помогает местным предприятиям искать новых региональных и внешних партнеров. Для этого также заработал портал найди-поставщика.рф, на котором уже собрано 145 анкет местных компаний. Существенно помогли и бизнес-миссии в другие субъекты федерации, а также в Республику Беларусь. 136 контрактов по итогам этих 10 бизнес-миссий было заключено, и сумма этих контрактов изменяется в миллиарды на рублей. Конечно же, все перечисленные мои направления вложатся и в основу приоритетов промышленной политики 2023 года. Свою положительную лепту внес контейнерный поезд из Китая. 45 из 55 контейнеров в поезде идет для ульяновских компаний, остальные – для регионов соседей. Что касается инвестиционной политики, то на данный момент в реестре проектов находится 139. Общий объем инвестиций – почти 132 миллиарда рублей. В результате реализации будет создано более 14 тысяч рабочих мест. В целом, общественники оценили деятельность финансово-экономического блока удовлетворительно.